Я родился в Советском Союзе, и прекрасно помню это настроение Первомайское. Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней, и сердце трепетало моё. Я не знал, что это была на самом деле подмена, что вот этот красный цвет, вот эта торжественность, это потом я только узнал, что это просто была подмена крестного хода. Я был очень опечален, потому что мои детские иллюзии развеялись. Мои родители тоже, они, можно сказать, праведниками были в каком-то смысле, но без Бога. Праведники без Бога. Они жили по совести, трудились. Мои матери всегда были, вот руки, я всё время вспоминаю руки моей матери, они всегда были в трудовых мозолях. Но труд без Бога, труд без Бога, он не имеет как бы смысла, он ничем не заканчивается, получается. Подходит ко мне недавно бизнесмен один и говорит, барышка, благословите меня, значит, я буду играть на бирже, значит, вложу какие-то средства, а потом какие-то дивиденды. Я говорю, это, ну, он говорит, ну, это типа рулетки как-то, типа казино, получится, не получится. Вот, а я подумал, что это же как-то, ну, а какой вот сюда труд вкладывается? Вот этот процент, ростоксический процент, вообще никакой. Нужно ли вообще человеку это, и будет ли он счастлив от этих денег, или что-то у него будет меняться? Мне кажется, что люди вовлечены вот это, в добывание денег, и теряют вот смысл, духовный смысл своей жизни. Однажды у меня такой спор возник, один молодой человек, я же музыкант по своей профессии, а он рабочий, у нас с ним спор возник. Он говорит, что музыка – это не труд, и что писатель – это не труд. Вот шахтер, понятно, вот он забрался туда, в шахту, и на гора выдал, вот это вот, мы видим его труд. Вот, ну, я-то знаю, что такое играть гаммы, ставить руки, играть этюды, нарабатывать, образование получать. Это столько нужно энергии, столько труда. Ну, ну, где трудиться? Трудиться ради денег я мог бы музыкой, вот, играя там где-то в ресторанах или в ансамблях, мог бы зарабатывать приличные деньги. Но это тоже нет в этом смысла. Ну, деньги ради денег, жить для того, чтобы есть, и есть для того, чтобы жить. И когда я стал уже воцерковляться, я понял, что надо прикладывать свое… Вот я просто сделал для себя выбор такой. Я подумал, что храм для человека – это очень прекрасное место приложения своих усилий, любого труда. Храм – это такое многомерное понятие. Священник трудится по-своему, дьякон по-своему, свечница по-своему. Вот сейчас я шел на передачу, и там пыль такая, выскакивает счастливая девушка, такая «Отец Анатолий!». А я ее благословил сюда, благословил в Петербурге, в монастырь. Она пошла ко мне на исповедь в Петербурге, унылая вся такая, обуреваемая всякими страстями, немощами. А сейчас это совершенно другой человек. То есть она преобразилась, она вкладывает свой труд в стены этого монастыря, и она счастлива. Я увидел счастье в ее глазах. Вот, и мы так друг друга обрадовались, как дети. Вот видите, как труд одухотворенный преображает человека. Продолжение следует...